Приветствую всех и каждого! Друзья, сегодня вы первыми увидите новый режим и нового босса в PUBG Mobile, которых еще даже нет в игре! Эксклюзивный показ, супер круто, поэтому будет интересно, так что, друзья, располагайтесь поудобней, приготовьте вкусняшки, просто напоминаю про лайки и комментарии, они очень сильно помогают видосу в продвижении, ну и, конечно же, совсем небольшая рекламка, и мы сразу же погнали! Ну а спонсором данного видео является компания 1Х. Если вы увлекаетесь спортом и киберспортом и хотите подогреть свой интерес при просмотре матчей, то вам именно к этим ребятам. А по промокоду ИРАКЕС вы сможете получить бонусом аж до 32,5 тысяч рублей, просто представьте! Ссылка и промокод в закрепленном комментарии, всем удачи и спасибо! Перед нами геймплей с закрытого клиента, это, видимо, какие-то тестовые пробные версии, и человек смог записать вот то, что он нашел. Я так понимаю, что данный режим будет введен уже в ближайшее время, вот его здесь сейчас тестируют, и мы можем заранее посмотреть, что же нас ждет. Ну, естественно, вот эту всю движуху с пирамидами мы уже видели, это как бы не впервой, но вот он будет обновлен определенным образом. Первое, что мы видим, это вот изначально, когда прыгаешь, пирамида обычная, и с ней ничего нельзя сделать, но потом, как только сходится зона, появляется вот такая анимация. То есть просто пирамида вырастает из ниоткуда, и выглядит это прикольно. А, то есть это даже не просто пирамида, тут какой-то атлант держит платформу, и явно туда можно будет наверх забраться. Естественно, вопрос, как это сделать, но я думаю, что сейчас увидим, наверное, там будет какая-нибудь либо подсказочка, либо еще что-то, но пока нужно дождаться окончания представления вот этого вот атласного мужчины. Это ж мужчина, надеюсь. Ну, надо будет заглянуть вон туда по тогу, и все как следует рассмотреть. Ну, выглядит неплохо. Это еще, естественно, нужно понимать, что настройки графиния так себе. Если нормально снять, то будет прямо эпично. Единственное, что вот из ниоткуда плита появилась, но я думаю, что это подправят, и она там может как-нибудь, не знаю, будет выезжать хотя бы. Идет, единственное, что достаточно медленно, на мой взгляд, то есть здесь пока дождешься. Ну, хотя, если ты в этот момент плутаешься и чем-то занят, то нормально. А потом, а, вот, все, появляются вот такие вот песочные порталы, и я так понимаю, что если заходишь в любой из них, то понятное дело, что поднимаешься наверх. Ну, нормально, что он, кстати, не один, и при том, гляньте, они довольно далеко друг от друга, и при этом, ну, чуть ли не, ну, не сказать, что в разных концах карты, но при этом далековато. То есть здесь, если тебя условно контролируют на одном портале, и прям жестко кто-то прессует, то тебе ничего не мешает уехать на другой. Телепортируемся в пирамидку. Здесь сразу было видно, что имеется какой-то лут неплохой, то есть вот там лежала большая аптека. Ну, и давайте смотреть, что уже непосредственно здесь. По идее, по-любому должны быть какие-то секретики, да, вот сейчас все найдем, все увидим. Ну, да, и оружие лежит, и броня, так что можно здесь, если что, всегда подлутаться. Так, там лежал какой-то... Что-то лежало. Вот еще какие-то то ли это бабки, ну, когда я постараюсь... Блин, что-то там... Что-то было написано, что-то, по-моему, для магазина. Я увидел слово шоп. Ну, окей, сейчас разберемся по ходу дела. Опять же, статуи. Надо что-то с ними сделать. Просто рычаг, просто нажимаем. А, ну, нужно сделать комбинацию. Давай. По идее, просто, по логике вещей, три вместе. Да. Ну, это легко. Здесь, как бы, изичевая. Ну, и награда, как бы, слишком... Слишком простенькая. Берилл и жилет-шлем. Ну, такое. Ну, в общем, микро-головоломка за маленькую награду. И основная дверь, она закрыта. Естественно, хочется туда попасть. Что надо сделать? Там кто-то ссыт сверху. Не ссы, пожалуйста. Ну, ладно. Главное, не вставать под вот эту вот струю. А то потом уважение потеряешь. Фикс. Ну, пока непонятно. Как туда попасть? А, вот нажимная плита. Сюда мы встали. Пошло, пошло дело. Вот она, энергия засветилась. А, все, понятно. Нужно, типа, провести питание ко всем вот этим вот... Там, наверное, их четыре или сколько еще. Обязательно нужно дождаться, чтобы вот... Желтая жидкость пошла туда, куда надо. Ну, желтая жидкость, это хорошо. Можно ли ее вызвать самому, не знаю. Но только пока что с помощью нажимной плиты. Единственное, чем мы видим, анимация немножечко. Иногда вот красиво идет, а иногда лагуче сразу же загорается. Но, опять же, за счет того, что это закрытый показ, альфа какая-нибудь версия. Так что неудивительно. А здесь даже нет... А, ля-ля-ля. Нажимной плиты нет. Они еще спавнятся в разных местах. Но все равно найти несложно. Но какое-то время потребуется. Все, совпадение есть. Четыре штуки имеется. И теперь здесь, по идее, что-то откроется, да? Или самому... А, и здесь ты еще нажимаешь на маленькую кнопку, и на карте показывается, что вот все хорошо, все замечательно, все поехали. И вот мы поднимаемся на верхний этаж. Хорошо. Погнали. Все, дверь открыта. Все четенько. Можно забегать. Ну и сейчас увидим, что тут за босс будет. По-любому должен быть какой-то босс-файт. Надеюсь, не мумия со змеюками. А то она всегда была страшная, я ее боялся. Так, еще одна кнопка. И еще раз вверх поднимет, по идее. Ну да. Какой-то Цезарь Валера там сейчас сдох. Бедный Валера. Опа! Саркофаг. Ну там вначале нам показывали какую-то злую мумию, которая типа хватала тебя за самолет. В запрещенных местах трогать попыталась. Вот. Ну и может быть это как раз она будет... Опа, пошла музячка! Да-да-да-да-да! Вот она, та самая мумия! Ле, какой злой! Усюка! Так, ТП у него есть. Ну тут по стандарту. Просто стреляй, и все будет нормально. Что за анимации? Речит, и ничего не происходит. Нормально, я такое люблю. Так, вызывает под тобой столб песчаный. Ну, желательно от этого отбегать, естественно. Снова кричит. Я думаю, еще из-за подлагов тяжеловато. Ой, ни хер раунда! Прям овщи двоечку прописывает. Ле, такой. Нормально выдал. Ну, наш парняка вообще не уворачивается. Ему прям наплевать. Единственное, что у мумии вообще не отнимает СХП. Посмотрите. Ой, еще и торнадо какой-то. Воздух поднимает. Ни хрена. Прикольно. Много анимаций. Ай-яй-яй-яй-яй, братишка! Так, надо же что-то сделать. Воу. Все. Смерть. Так, ну еще одна попытка. Здесь уже подготовился чуточку получше. Я так понимаю, взял пулемет. Взял М416. Вопрос, как дамажить? Как дамажить мумию? Явно это не так легко. И вот он, сундук. Я так понимаю, с вознаграждением. Даже два их тут имеется. В саркофаге, естественно, мумия вряд ли будет дамажиться. Да поехали, братиш. Надо, надо что-то придумать. Может быть, здесь нужно стрелять в какие-то либо определенные места, либо, может быть, там разрушить, например, колонны, либо еще какую-то движуху придумать. Да, что-то должно светиться, мне кажется, чтобы дамажить этого челобастера. Может, там внизу нужно стоять на каких-то темпах, или там сзади ему куда-то настреливать. Потому что, ну, у него вообще хпшки не тратятся. Пока посмотрим. Так, ну, тут уже наш парняга пытается уворачиваться. Это уже хоть что-то. Пока все еще не тратят. Ну, вообще, посмотрите, попадание регистрирует. То есть, типа, пишет, может быть, это просто баг с хп-баром. И просто надо стрелять, пока он не сдохнет. Это был бы самый простой вариант. Но вообще, разработчики могли бы добавить хоть небольшой какой-то вариант челленджа. Там, например, вот у него руки как-то подсвечены, что туда надо стрелять. Или еще что-нибудь такое. Ну, короче, какая-то минималка. Опа, там на земле что-то валялось. Опа, опа, крит был какой-то. Ну, не крит, а как будто бы хэдшот. То есть, вот он в спину ему накидал. И лица. Да, походу, хп-бар просто еще пока не работает. Вот опять хэдшотик. Интересно, куда? Мне кажется, что вот реально в метку на руке вот он попадает. Да-да-да-да-да-да-да, посмотрите, я оказался прав. Появляются какие-то зомби. Чувак пока еще не понял, куда нужно стрелять. Опа, и патроны закончились. А что, теперь кулаками драться, что ли? А где патроны взять? Да ладно, неужели невозможно? Ай, можно выйти, единственное что. Ну, выходить как-то непорядочно, некрасиво. Какой? Может кулаками есть вариант разобраться с этим парнягой? Нет. Хм, ну, пока что-то не ясно. Ладно, третий раз. Третий заход с третьей попытки должно получиться, наверное. Хотя, опять же, патронов очень мало. Прям невероятно. Надо бы как-то, я думаю, подувеличить их количество. Ну, зато мы выяснили, что условно тех же самых трехсот пятерок будет недостаточно, чтобы убить эту мумию. Если раньше была такая тема, что падали непосредственно о, о, что падали патроны непосредственно с саммонов, вот как это сейчас выглядит с мумией, то этот практически их не сыпет совершенно. то есть патронов нужно забрать побольше. Есть какая-то вода в вазе тримониальная. Ее ты юзаешь, и что будет? А, и она тебе... О, это какая крутая штука! Она тебе дает фулл хп и фулл буст. Вот это прям полезно. А она с каждой мумией выпадает или нет? Не, похоже, не с каждой. Но дроп крутой. Вот это прям нормально. Фулл хп и фулл буст. Интересно, много ли весит вот этого турна? Но тем не менее, прям вообще по кайфу. Эй, тут что-то долго крутить придется. Не повезло с рандомом. Ну, по факту всегда получается так, что крутишь только правый, а потом крутишь только левый. Ну, типа, да. Левый уже можно нажимать, пока просто не сработает. Только без вариантов. Опа! Вот этот сундук явно покрасивше. Третий армор, МК, и все, да? Вот так вот, друзья мои, вот так будет выглядеть новый ивент. Надеюсь, данный видос вам понравился. Спасибо огромнейшее, что досмотрели его до конца. Как всегда, желаю всего самого наилучшего, счастья, здоровья, удачи и до новых встреч. А следующее видео уже совсем скоро.